так ну-ка давайте посмотрим так я создаю массив правильно вот этот дальше цикл запускаю да обычный цикл дописали правильно здесь и мне здесь нужно получать все имена кроме наташи я могу сделать вот так если рей ай правильно будет строго не равен наташи то в консоль логе рей ай верно вы так писали как вы делали как вы пытались сделать вот смотрите нет но это же это уже совсем другие вещи то есть смотрите примеру shift это удаляет первый первый элемент массиве это метод массивов это вообще у нас через несколько уроков будет тема но она не подойдет здесь почему потому что вдруг наташа не первая находится по списку а третья пример а вдруг этот список постоянно меняется друг он дополняется постоянно уже не может знать где находится наташа точно и с помощью цикла вы проходите поэтому всему массиву и сравнивайте имена если это будет наташей то его он удалит как бы все остальное вернет вот наше вот это условие делать такое понятно не сквозь то же самое метод массива он тоже самое типа какой-то отрезок режет этот но опять же этот отрезок можно использовать только в том случае когда у вас статичный массив вы знаете конкретно что он будет здесь а и массив не изменится а если будущем у вас изменять и поэтому часто и большей степени всегда массив который мы считаем он всегда либо дополняется либо удалять ну короче он изменяется всегда и в этом случае можно не получится таких способов решить такие методы тоже есть выходные типа так ладно давайте это напишу сейчас за понедельник четыре пять шесть да я не буду полночь писать ну понятно что этот типа него нас какой-то среда запускает пор обратно то же самое если рэй у меня будет строго равен суббота или рэй ай будет строго равен воскресенье да то смотрите если я в консоль ноги покажу рэй ай то у меня сейчас показываться просто эти дни видим суббота воскресенье все верное получаем правильно но мне нужно что сделать здесь нужно сделать вот эти рэй а и будут равно слову выходной я же изменяю это правильно я же могу вот так изменять и теперь в конце логи я показываю свой рэй ай и уже выйдут два выходных видите но мне нужно и старый же массив возвращать правильно то что есть и в другом случае то есть я здесь консоль логи сделаю рэй ай и после элсы я сделаю консоль лог рэй ай верни мне все остальные получилось понимаем что я сделал вот здесь я показал получил эти суббота воскресенье дни и сказал что они теперь будут равны выходной слову и сказал покажи мне их консоль логи и после если я не сделаю вот этот элсы то у меня вот эти остальные дни недели не будут как бы вообще их не будет они не покажутся у меня а я же их тоже должен показать я поэтому говорю остальные просто покажи консоль логи какие они есть вот так это и выходит да или же мы не сможем использовать рэй ай не может одновременно быть и субботы выходным он или должен быть здесь и здесь нельзя быть использовать рэй ай 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... есть же это все опять я не говорю что типа поп или там shift или еще что-то нельзя никогда использовать там их запрещено да если они есть значит есть у них предназначение какое-то и все это зависит от задачи которая у нас стоит если нам нужно сделать такое то то вы делаете так если нужно как-то другое что-то понимать что это изменится нужно и не получится пользоваться так ладно давайте дальше все есть типа фору фурин ладно ладно давайте пойдем дальше смотрите следующая тема у нас будет функции функции в javascript функции вообще есть на любом языке программирования мы уже с функциями сталкивались мы их уже делали как-то верстки когда мы пытались делать попап когда мы делали бургер меню мы использовали функции мы через javascript создавали функции и примеру в случае когда попап мы делали как по какой логике у нас работал попап что за логика была мостя объяснить тебе бывающих туда какая-то логика происходила ну когда мы нажмали на кнопку у нас вызывалось окно какое-то но функция изнутри себя выполняла что она давала класс помните это одна вещь как мы можем использовать функции функции вообще различные варианты это вот такой какой-то конструктор который мы один раз собираем можем несколько раз использовать то есть мы к примеру могли эту функцию использовать не только на одной кнопке могли многими кнопками и нажимая на все эти кнопки у нас вот эта функция отрабатывала понимаете да и тут сказано что нам нужно если нужно повторять одно и то же действие в многих частях программы да нашего сайта да представляете то то должна вот эта логика постоянно отрабатываться и вот вот эту логику чтобы с нуля постоянно не писать ну чтобы она вызывалась правильно мы ее записываем внутрь функции да то есть вот предназначение функции чтобы она какое-то действие происходило в какой-то момент в определенный период понимаете да в определенный период неважно это может быть там нажатием это может наведение еще что то есть разные варианты при каком случае но при каких-то случаях какое-то действие должно происходить и мы это действие пишем внутри функции чтобы постоянно потом использовать верно и вот разных языках программе и так далее оно есть теперь давайте мы с вами научимся их создавать в жавоскрипте есть три вида функций функция declaration функция expression и arrow function обычная функция то есть это declaration анонимная функция это функция expression и стрелочная функция это функция arrow вот три вида функций они выполняют одну и ту же логику то есть это какая-то деталь которую мы постоянно будем вызывать где-то ну не постоянно можем один раз можем два сколько нам нужно в определенный момент и запись у них чуть-чуть отличается то есть то же самое как с вичкейсами там условия тернарка они одно и то же понятное запись у них другая допустим while, do while, for выполнять одно и то же действие запись у них чуть-чуть другая и функциями то же самое три вида функций начнем работу с ним да тут говорят нам объявление функций для создания функций мы можем использовать объявление функций пример объявления тут какой-то пример объявления как мы это делаем мы пишем слово function дальше мы даем ему имя типа как видите function это как let или const потом даем имя функции заметьте имя функции нужно давать глаголом то есть если переменная это коробка мы давали там а б ц какое угодно да могли ну в зависимости от того что мы туда положим а функция это действие правильно и поэтому мы даем имя глаголом то есть если эта функция что-то читает мы там сумм пишем там или калькулейт или еще что-то да если показывать шоу если удалять делить если добавлять короче какие-то такие моменты и я напишу первую функцию пускай это будет просто шоу функция шоу что-то мне показывает дальше я пишу круглые скобки и ставлю фигурные скобки я создал функцию сейчас под названием шоу но эта функция сейчас ничего не выполняет она пустая внутри фигурных скобок мы пишем действия которые эта функция должна выполнить это может одно действие это может два три четыре разные действия множество может всего делать но сейчас эта функция что ничего не выполняет она пустая внутри вот здесь мы пишем действия фигурных скобок и пускай действие у меня будет являться вот такой текст в консоли пускай появляется да давайте мы проверим зайду к себе в интернет проверяю и у меня что ничего не появляется функция не отработала что это значит мы создали функцию которая должна показать нам текст Hello World но она не отработала вы до этого когда мы делали мы помните создавали функции говорили что он клик и так далее при каких-то моментах она работала но сейчас у меня ничего этого нет поэтому функции логично не отрабатывать но сейчас мы не будем пользоваться кнопками он кликами и так далее мы должны сделать так чтобы функция отработала один раз когда сайт обновится ну то есть ну вообще не обновится правильно сказать а это называется первый рендер когда сайт первый раз прогрузился и произошло первое действие на сайте то есть рендер это разные действия на сайте вот вы нажимаете на кнопку вы там переходите и так далее какие действия идете это рендеры одно, второе, третье но первый рендер это когда вы на сайт только зашли это ваш первый рендер первое действие и я если напишу вот так вот шоу круглые скобки то я вызываю эту функцию вот это создание объявления функции вот это вызов функции я создал функцию потом сказал отработай вызов если я проверю теперь когда я обновляюсь видите hello world появляется и все вроде бы у меня правильно вот по факту что нужно знать на про функцию это такая основа базы я ее создаю потом вызываю а если я сделаю вот так как вы думаете у меня поменяется что-то или нет логично что я сначала вызываю функцию а потом создаю ее ну я не могу вызвать то что еще не создано но у меня все работает почему такое возникает как я сказал первая функция которую я написал это обычная функция функция declaration она обладает таким свойством что эта функция может может вызываться до того как она создана то есть мы можем писать вызов функции до того как ее создали грубо говоря почему такое возникает на самом деле по логике мы не можем вызвать то что еще не создан но именно функция declaration обладает такой вещью как поднятие еще называют его хостинг и хостинг а хостинг любят на собеседованиях часто спрашивать что такое хостинг и хостинг в переводе это всплытие поднятие что это означает что когда мы создаем declaration функции при помощи слова function и даем ему имя то эта функция имеет свойство подниматься то есть код который я написал будет вот сюда вот эта функция самое начало плывет то есть код читается сверху вниз и вот это вот всегда поднимается вверх даже если это будет вот так то это поднимается на первой строчке то есть браузер когда его читает javascript он его ставит выше приоритета и он читается впервые даже если он напишем после и происходит такая вещь что даже если мы пишем так он по-любому выше него как бы читается и поэтому код когда прочитал он создал эту функцию потом ее вызвал понятно нет нет ну типа да вы можете вначале вызвать функцию а потом прописать ее логию именно такую функцию declaration обычную функцию но если я сделаю вот так смотрите несколько раз то у меня функция отработает три раза нет ну как я же не могу функцию как вы можете функцию show вызвать вот show функция строго выполнять вот это действие я могу ее три раза вызвать но я же если я создам новую функцию я ее не смогу назвать show обратно не если функция допустим будет show 2 к примеру то само собой я могу вызвать show 2 вот так и это будет console.log вот 2 логично что вот холлоу ворл холлоу ворл потом 2 видите почему такое происходит потому что вот эта функция написано первичем это здесь тоже всплытие происходит сначала всплывает это потом всплывает это после него но а если будет у меня вот так 2 холлоу ворл холлоу ворл видите потому что здесь я вызываю их в очереди в какую очередь они будут это это все прочитается сначала вот это прочитается потом вот это но запись то у них вызова идет в другом порядке так понимаем а так что я закомментировал надо ставить это ладно это я пока уберу да она может вызываться за то теперь дальше по факту говоря вот эта функция лишь показывает холлоу ворл вроде бы мы думаем да ну функция show внутри отрабатывает логика холлоу ворл ну показывается в консоли холлоу ворл верно но на самом деле это тоже не является правильной вещью почему такое происходит функции внутри я могу сделать вот так смотрите допустим 5 плюс 5 будет ответ 10 верно в консоли логи происходит 5 плюс 5 10 но функция функция являться каким-то действием правильно ну по логике верно функция это какое-то действие она должна быть каким-то действием выполнять какое-то действие ну быть результатом какого-то действия а консоль лог это не действие это лишь показывает наш ответ понимаете и следовательно консоль лог если мы пишем внутри функции он отработает он показывается но мы функция реально не сделала 5 плюс 5 она лишь у себя в голове посчитала 5 плюс 5 но она реально это действие не сделала понимаете и происходит такая вещь что функция наше шоу не является числом 10 понимаете то есть по логике мы смотрим вроде бы число 10 значит шоу должно быть числом десятки правильно но это не так функция шоу не является числом 10 она лишь в уме у себя посчитала что 5 плюс 5 будет 10 но она неизвестная сейчас функция undefined понимаете почему так я так говорю смотрите если я в консоль логе сейчас новый консоль лог запущу и скажу допустим 10 плюс шоу по факту мы же думаем что 10 это ну вот это шоу это же десятка правильно даже вот так могу делать то у меня видим ответ выходит 10 плюс функция шоу видите ну если я напишу конечно вот так то вообще смотрите у меня выйдет на видим ну здесь два раза он отработал а вот эту строчку два раза показал как бы потому что функция у меня здесь видите вызвалась но по факту вот это суммирование дает мне нам но потому что я вот эта функция шоу является у меня undefined понимаете потому что анализ в уме у себя посчитал это но это не 10 часов и что теперь делать как сделать так что функция возвращала мне результат я должен написать функция всегда должна писаться слово return когда вы создаете функцию вы можете логику вот здесь до return писать какую-то логику но в конце она должна вернуть какой-то результат всегда по любому она должна вернуть какой-то результат и этот результат у меня будет действие 5 плюс 5 смотрите уже показывается ответ какой потому что 10 плюс 10 и реально сейчас происходит 20 понимаете это ну вот это я уберу но смотрите сейчас по факту функция шоу у меня делает 5 плюс 5 но если я сейчас зайду у меня нет ответа потому что я консоли же не вызываю я не могу увидеть ответ и чтобы нам увидеть что возвращать нам эта функция нужно вот эта функция это же десятка правильно мы знаем ну сейчас я знаю конкретно потому что я уже до этого проверил но иногда то мы не будем знать что функция будет возвращать правильно но нам нужно увидеть ответ какой у нас будет правильно и нужен консоль и нужно эту функцию показать внутри консоли правильно поэтому я напишу вот так вот всегда будем писать вот так шоу и внутри консоли вызывать его этот же и нужен то есть внутри консоль лога я буду показывать свою функцию шоу чем она будет если я проверю это что правильно и мы будем так работать Здесь пока все понятно с вызовом и так далее, как с этим работать. Хорошо. Дальше смотрите. Зачем нужны вот эти круглые скобки, да? Интересно. Ну что, мы их создали. Помните, в if-ах, for-for-ах мы писали там какие-то условия. Но здесь не будут писаться условия. Здесь пишется кое-что другое. Здесь у нас будут писаться аргументы или параметры функции. Аргументы функции это как будто бы переменные. Какие-то хранилища для какой-то информации. То есть, к примеру, внутри функции может быть два аргумента. У функции могут быть два аргумента. a и b. Их можно как угодно назвать. Это хранилища, как типа let или const. Понимаете, да? И в них может храниться какая-то информация. Понимаете? Понимаем это? И сейчас вот это вот, если я сделаю a плюс b, то я получу none. То есть, не число. Здесь я проверю a, дает undefined. Проверяю b, тоже дает undefined. Видите? Почему? Потому что a и b просто аргументы, переменные пустые, в которых нет информации какой-то. И чтобы информацию сюда положить, я должен, когда я вызываю мою функцию, да, видите, вызов. Я вот здесь, в круглых скобках, должен написать им значение. Я могу сделать вот так вот, 5 и 5. Будет 5 плюс 5. Первое число отвечает за a, второе число за b. Ну, все логично, да, как там написано? Проверяю, будет что? Сейчас. А я здесь не сделал, да? Смотрите, видите, просто return делаю, видите, пустота функции, ничего не возвращает. Я здесь должен сделать a плюс b. Равно 10. Не только 2. Да, можно хоть 100, да. Хоть 1, хоть 100, короче, не важно. Можно названия разные давать аргументам. Какие угодно. Короче. Такое может быть. Здесь просто хранилище, коробки, а здесь данные. Тут можно что угодно, там, ноль и так далее. Можно слово написать, там, какое-то. Можно массив, короче. Ну, что угодно можно сделать. Понимаете, да? Значением переменной, может быть, что угодно же. И вот так это и работает. Смотрите, если мы хотим какую-то логику здесь проверять, да, то, ну, if или for писать. Мы после return, ой, до return'а должны писать. После return'а ничего нельзя писать. Return'а показывает. Мы делаем логику, 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 и говорим по итогу, верни мне вот это. Понятно, да? Return'а всегда после. Здесь пока все понятно? Окей. Дальше, смотрите, есть у нас такая вещь, как переменные. Правильно? И есть интересная вещь. Смотрите, если я сделаю вот так. Вот c равно 10. Здесь делаю, смотрите, плюс c. Какой у меня будет ответ? Так, давайте вот так сделаю. 20. Все верно, все максимально просто. Да? А если я сделаю его вот так? Поменяется результат или нет? Какой результат будет? Все абсолютно верно. Так же выходит 20. Почему? Ну, потому что функция шоу это 5 плюс 5, это 10. И плюс еще 10. Мы делаем 20. Да? А вот эти а и б, ну сколько, на 4 же я объявлены в моей даму? Вот это как? Ну, типа внутри функции как будто бы а и б, да. Но тут есть небольшая разница, я вам покажу. А вот представьте себе, что мы делаем какой-то калькулятор. Давайте так. Даже не калькулятор, а курс валют. Курс валют. Вот смотрите, будет вот так, правильно? К примеру, курс приходит. К примеру, вот это курс валют. Давайте так, сколько сейчас у нас доллар? Давайте 89, да, скажу? Я не знаю, то есть 89,5 или 7. Ну, короче, 89 скажу, да? И я захожу в какое-то приложение и хочу узнать курс валют. У меня есть доллары. Я хочу узнать, сколько это в сумах будет, правильно? Условно. Курс валют, вот он, это C, 89 число. Число А, это что? Нет. Не сом. Вот это же курс валют, это же сом, правильно? Курс. А число А, это что? Это доллар, который у меня есть, я буду водить. Оно что может быть? Я могу проверить 100 долларов, 500 долларов, 1000 долларов, 10 тысяч. Я могу проверять, правильно? И здесь я пишу, ну, у меня, к примеру, есть. Я скажу, у меня есть 1000 долларов. Да? И если я сейчас проверю, то функция что мне вернет? Какой ответ? Тоже 1000. Но я же, блин, я говорю, я в долларах хочу знать сколько. Какая логика у меня будет? Умножить на C. То есть на C. Я проверяю, я узнаю, оу, круто, у меня 89 тысяч сом. Но потом я говорю, блин, хочу проверить сколько тогда будет 500. Мне лень считать. Ну, давайте, там, у меня есть 890. Я делаю обратно консоль лог, обратно вызываю функцию, правильно? Я пишу здесь сколько уже? 890. Верно? Проверяю. Здесь у меня 1000. Здесь у меня что? Да. 890 долларов. Будет столько эта сумма. Понимаете? То есть вот эта переменная A, да? Как мы считаем. Это как логика, как переменная работает. Но она, в зависимости от того, что мы введем, будет разной. Понимаете? А если бы я здесь перемену A создал, я бы не смог это сделать. То есть я же, когда нажимаю равно, ну, когда в калькуляторе, да, равно. Верно? Я же передаю какое-то число туда. Верно? Я напишу 1000 или 890. Вот эта A постоянно должна изменяться. В зависимости от того, ну, каждый раз, когда функция отрабатывает у меня, да, вот эта A будет каким-то разным числом, который я буду вводить, правильно? И она постоянно изменяется. А просто переменная, мы не сможем это сделать. Привязать ее к функции вот так. Понимаете? Хорошо, ребят. Теперь смотрите. Вот есть такая тема, как глобальная область видимости и локальная или функциональная, по-моему, говорят. Ну, короче, глобальная, локальная, будем говорить. Там все максимально просто. Не нужно здесь сильно заморачиваться, бояться этой темы. Она очень простая. Если в двух словах говорить, то переменную, которую мы создаем внутри функции, да, то есть если я вот это 80 сейчас делаю вот сюда, ответ у меня поменяется или нет? Абсолютно не поменяется. Все так же у меня будет. Видимо, обновлюсь. Все так же. Например, если я вот эту C буду умножать не здесь, а вот вот здесь. То у меня будет выходить sys.no.define. Если у меня будет C вот здесь создано, то у меня все окей показывается. Почему такое происходит? Происходит это по причине того, что когда я создаю переменную за ее вообще глобальную область видимости, то есть не внутри какой-то функции и так далее. Видите, она глобально находится. Она не внутри каких-то скобок, то есть. Да? То я могу из любой части сайта, из любой части кода к ней обращаться. Я имею доступ к этой переменной C, правильно? Но когда я создаю эту переменную C внутри этой функции, то я имею доступ к этой переменной C только внутри этой функции. То есть вот здесь вот. За ее пределами я не могу иметь доступ к ней. Вот почему есть тема глобальная и локальная. Вот и все. Здесь вроде все просто. С аргументами понятно. Параметрами. A, B, C, D, какой, какие угодно. Мы будем писать A, B, C обычно там или Array. Ну, там, в зависимости от того, что этот аргумент будет принимать себе Array. Если это массив, мы будем писать Array там. Ну, можем писать A, B, C всегда. Ну, как бы, на будущее разное имя может быть. Какое угодно. А, B, C, D, C, D. Ну, да, конечно. Да, да, да. Ну, сейчас вам тяжело будет понять, когда, типа, используют глобально, когда локально. Но иногда бывает так, что не иногда, зачастую мы будем... Внутри функции нам нужно будет создавать какую-то переменную именно внутри функции. И как бы, если мы там в другой части потом, если я вам эту тему не объяснил, вы бы думали, почему такое происходит. Вы просто должны понять в голове у себя вот эту мысль, что если она внутри функции, то я только изнутри этой функции имею к ней доступ. Если она снаружи будет написана, то я снаружи имею к ней доступ. И также к вот этим А, Б, С я тоже только внутри функции имею доступ. За ее пределами моих, само собой, я не умею доступ. Вот и все, что нужно знать про это. А потом, как бы, будут задачи у нас происходить, и по мере этого вы будете понимать, а, это, оказывается, вот так используется, а это так. Это понятно? Вот что касается функции declaration. Все просто, все вроде бы несложно. Дальше, у нас есть вторая функция. Функция, анонимная функция, функция expression. Создается она неким образом. Я пишу так, function. И здесь делаю return. Так, return А плюс Б. И здесь делаю А, запятая Б. И вызову функцию в консоли, и скажу, show. Ой, 5, 5. Ответ у меня будет сетем за 10. В чем разница? Объявление, которое... Да. Сажал, надо сформулить. Ага. Ну, да. Другое объявление идет, да? И теперь давайте я делаю вот так. Если я вот так вот проверю, то у меня выйдет ошибка. То есть, разница от того, что... В чем? То есть, у конец. Да, у него нет сплытия, поднятия, да? То есть, мы не можем вызвать функцию до того, как мы ее создали. Почему такое происходит? Потому что... Ну, даже вот название обычная функция, да? И анонимная. Анонимная означает то, что у функции нет имени. Вот этой функции, которую мы создали, первая, есть имя конкретное, show. Но у этой функции нет имени, show. У этой функции... Ну, как бы мы здесь show вызвали, но на самом деле, из-под капота, мы создали переменную, в которую положили какую-то функцию. То есть, нет имени у функции, но есть имя у переменной, в которой лежит эта функция. И поэтому он не может сделать хостинг, он не может подняться, он думает, что вот это, это переменная. А мы не можем вызывать переменную до того, как мы ее создали. То есть, вот в чем причина. Это понятно? И все тут так же работает, как там. Такая же область видимости, типа глобальная, и все так же работает. Вот его различия. Дальше. Следующий вид функции у нас... Arrow. Мы пишем тоже show. Ставлю вот так. И запись у него вот такая. Здесь делаю AB. Здесь делаю return. A плюс B. Cancel log. Show. 5.5. Проверю ответ, все тут же действие. Все так же, видите, работает. Логика у него точно такая же, как и его анонимный. По факту, это... Вот это Arrow function, это тоже анонимно, если из корня смотреть. Но она называется Arrow, почему? Потому что тут не пишется слово function, а пишется вот такое выражение. Типа стрелка равно... Ой, равно стрелка. Как стрела, поэтому Arrow стрелочная назвали. Но по факту, это та же самая анонимная функция. Вот let's show, и тут лежит анонимная функция. У нее нет имени. Мы будем постоянно пользоваться Arrow function. Она пишется немного легче. Ну, там, ладно, одно слово function, но все равно как-то код более приятнее читается. В JavaScript часто используют. Ну, есть... Короче, кто как любит. Ну, а чаще всего в документациях и так далее вы будете видеть, что будет использовать ее. То есть запись чуть-чуть укорачивается, она более приятна для чтения. И вот так это работает. То есть вот она функция все равно. Это Arrow function. Ну, нет, типа по область видим, ой, это поднятие и так далее. Есть же разница. Вы имеете в виду между стрелочной и анонимной? Нет. Нет. Есть запись, конечно, само собой разница. Но есть еще такая вещь, как контекст вызова у функций. Но это не тема для начинающих, это там джуны, выше джунов уровни и так далее. Даже вот чуть выше джунов, там, стронг джуны, между джуном и метлом. Есть такая тема, как this, контекст вызова функций. Если хотите, могу скинуть документацию, если вдруг прочитаете. Контекст вызова this. Есть эта тема, this и в javascript, вот, само просто выполнить, если мы делаем так, функция выполняется. Но, когда мы используем this, то мы сможем в обычных функциях получать какой-то объект. Но это мы чуть позже. Возможно, я это тоже буду показывать, но это не сейчас. Короче, в обычных функциях this есть, то есть у expression, у declaration есть this. Когда мы нашли this, то это, упрощенно сказать, this переводится это, правильно? Это родительский объект, который вызвал эту функцию. Но это мы чуть позже будем проходить, когда внутри объекта будет функция. Помните, объект же мы создаем, в нее можно функцию положить. И с помощью this можно обратиться к родителю объекта. Но, внутри этого, если мы создадим стрелочную функцию внутри объекта, у него не будет этого this. То есть у expression declaration есть, у стрелочной функции this нет. Вот, поэтому вот его разница. Но мы это будем позже, это прям вот. Я же говорю, это не сейчас, не для нас. Нам тяжело будет это углубляться, потому что мы многие тему не знаем, и поэтому мы не сможем сейчас развернуть эту тему. Ну, есть вот эта разница. Но пока что можно считать, что вот такая разница. Но, в принципе, в наших 90% работы мы не почувствуем вот этот вот контекст вызова здесь. На самом деле, к этому здесь тоже можно будет вообще по факту обращаться. Вот там нужно будет какой-то код тоже прописывать, какую-то логику развертывать. Но, на самом деле, тоже это можно делать. И тоже уровни там видов вот этими вещами, манипуляциями работает и можно. То же самое, как я говорил, что конст этот не изменяй, но по факту она изменяется. Мы можем конст изменить. Помните переменную конст от let? Отлича с тем, что let можно было изменить, конст нет. Но по факту говоря, let тоже можно изменять. Но это, опять же, нас не касается. Это потом вообще. Когда вы будете, может, на реальной работе и так далее. Ну, вообще это так. И вообще, в JavaScript, если я даже так скажу, то мы вроде бы учим, говорим, вот 8 видов типов данных, строка, число, там, объект, true, false и так далее и тому подобное, да? Но по факту говоря, в JavaScript есть только один тип данных, это объект. Из-под капота, если смотреть, как записано все, то это все является объектом. JavaScript – это объектно-ориентированный язык. Даже если мы его напишем. Поддерживать объектно-ориентированный императивный функциональный стиль. Тут даже в названии говорится. Объектно-ориентированный. Все здесь является объектом. Но для нашей простоты, чтобы мы могли с информацией работать лучше и так далее. Здесь, вы, может быть, слышали, есть еще типа JavaScript, а есть еще TypeScript. TypeScript. Что это такое, думаете? Это, ну, на самом деле, это не прям язык программирования, не прям отдельное, да? Он построен на JavaScript, но у него есть строгая типизация. В JavaScript нет строгой типизации. То есть мы, когда создаем переменную, мы не говорим, что эта переменная конкретно будет числом или строкой. Мы вложим туда информацию, но сама переменная по факту не является этим числом или строкой. Информация, которая в ней лежит, является, может быть, строкой или числом. Но в TypeScript мы делаем строгую типизацию. Мы говорим, что вот эта переменная по-любому будет числом. И мы кладем внутрь число. То есть мы говорим конкретно, она будет вот этим или вот этим. Строгая типизация. Ну, там есть еще свои клюшки, типа, лучше, но TypeScript в больших проектах используется в компаниях, потому что можно уже на стадии разработки многие ошибки искоренить. Тем самым сделать строгую типизацию. Конкретно мы знаем, что мы будем получать в ответе, что будет являться вот этим, что будет являться тем. Вот так это будет такой проблемой решение. Короче, если вот прям углубляться, то можно вообще идти, идти вниз, вниз, там вообще другой мир и все. То, что мы изучали, в школе же говорят, в школе изучать, в универе проходят, забудьте, что в школе. Здесь абсолютно то же самое логико, да? Но это база, которую нужно знать. И база вот так накапливается, накапливается, когда вы потом уже понимаете, что вы без проблем решаете, какие-то задачи, вы можете переходить на другой уровень. Все так и работает. То есть я тоже вначале думал, блин, вот 8 видов, потом типа, а, и так я слабее, потом, а, фонс можно вот так. И это вот так он будет переходить. Но сейчас вам самое главное, вот эти вот такие моменты, важно, конечно, да, запоминать и так далее, но это можно без проблем выучить. Завтра это может поменяться, TypeScript может по-другому писаться, вот эта функция стрелочная может по-другому записаться. Но самое главное, неважно, я там один день, может, помучаюсь, потом выучу это, посмотрю документацию, прочитаю. И важно, что я понимаю, как это работает. Важно, я знаю, что функция отрабатывает вот так, я знаю, что вызывается она вот так. И вот внутреннюю логику я знаю его работы. То, что как он записывается, какие есть системы управления, это все без проблем, легко я его решу. Почитаю документацию. Зато я знаю, что строго вот это вот так отработается. Браузер, когда будет читать, ну вот так это будет пить. Вот это в голове, это алгоритмы, знаете, как алгоритмы двигаются. И тогда вы уже без проблем будете создавать какие-то вещи. Вот три вида функции. Expression, ой, declaration обычная. Expression анонимная, стрелочная, arrow function. Вот их виды, вот так они пишут. И теперь мы будем решать задачи на функции. У меня есть много задач на функции, мы их все уже будем решать. Теперь, ребята, когда мы будем решать задачи, мы будем вызывать функцию. То есть мы же просто писали for и так далее до этого. Но сейчас мы будем писать функцию, а внутри будем уже там логику for, if, или может внутри for, а внутри for, if, короче, мы уже вот так комбинировали. И все это будет внутри функции являться, лежать. Понятно? Тогда Я скинул вам задачу. Скинул задачу. Там задача на этот, на функции. А. ầy. Э. Э. Эй. Э. 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 Ну вот, короче. Вот так мы решили ее. Здесь же все понятно. Все, следующую задачу решайте вторую. Смотрите, ребята, решайте вторую задачу. Решили. Пятая не получилась. Пятая не получилась. А вторая получилась, да, у всех? Да. Так, ладно, смотрите, давайте пятая. Смотрите. Но. Но. Да, да, это нормально, потому что да, 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 да. Чтобы их убрать, нам нужно будет ее превращать в строку. А потом ее, как бы, делать в таком виде. Но это вообще нормальное явление, ничего страшного в этом не будет. Так, смотрите, пятая задача. Так, ладно. Как пятое у нас выглядели, да, letfunk. Поздаю функцию. В конце логии эту функцию вызову, да. Я пока одно значение напишу, да, ребят? Вот это вот пока. Понятно, что от тебя тоже решатся. Так, смотрите. У меня должно быть раз, два, три. Три аргумента. А, Б, С. Там name, там, там, короче, этот. Ну, я А, Б, С сделаю. Я просто делаю return. И пишу некую логику. Обратные кавычки. И здесь делаю А. Там, что там было? Привет, да? Там имя, да, по-моему? Что у нас там? Привет. Добро пожаловать. В сделаю. Только здесь мне вот так доллар нужен будет. Вот так. В. Ну, и сделаю вот так, да. И С. Ой, или доллар, да, здесь? Ну, вот. Да, но видите, когда мы вытаскиваем А, это массив. Я сделаю его так, смотрите. Есть такой метод join. Он у нас из массива превращается в строку. То есть, смотрите. Понятно, что вот так мы можем его решить, да? Я напишу, смотрите, вот так. А.join. Ой. Да, join. Смотрите. Он его, видите, превращается в строку. Если я просто А пытаюсь вызвать, это, видите, массив. Делает точка join, делает строку. Сюда еще можно, по-моему, сепаратор добавить. И вот так, по-моему. Во. Видим, join вот так он запятую убрал. Просто разделил. Типа, в массиве два элемента, понимаете, join. И он превращает их в строку без запятых. То есть, с пробелами. Строку с пробелом. Понятно? И можно вот так это сделать, и мы и решим. Ну, понятно, да? Это вот так решается. Дальше, смотрите, ребята. Давайте так. Четвертая задача. Смотрите, что мы с четвертой задачей будем делать, ребята. Четвертая задача у нас выглядит таким образом. Что у нас есть имена, имя, фамилия. Нам нужно возвращать что? Да. Возвращаем инициалы. То есть, там. И в зависимости от имени, фамилии, ну, будут разные буквы. Это логично. И функция, видите, постоянно должна это отрабатывать. Как мы это сделаем? Смотрите, тоже здесь все, в принципе, максимально просто. Я создаю функцию letFunk. Функцию вызываю. Сюда передам, ну, вот это имя. Давайте. Funk. Пока вот это имя, да? Ну, понятно, что они уже отличаются и так далее. Здесь делаю A, это имя. Если я сделаю return A, проверю. Все окей, выходит. Но теперь смотрите. Мне нужно первые буквы вызывать, инициалы. Смотрите, ребят. A, это строка Сергей Семенов. И A, это строка одна. Анастасия Черданцева. Но. Как мне получить первую букву отсюда? Из строк. Первую букву. Как мы получали? Мы могли делать вот так. Правильно? A0. Я получаю что? Первую букву из этой строки. Но смотрите. Если я сделаю... Вот смотрите. А вот это S каким по счету находится? Седьмое. Если я сделаю A плюс A7, выходит, но здесь выходит седьмое вот это по счету. И уже эта логика не работает у нас. И что нам нужно сделать? Нам нужно сделать некую логику. Смотрите. Что мы будем делать? A, это строка. И смотрите, что есть одинаковое в этих фамилиях имя? Что одинаковое у них? То, что есть что? Нет, пробелы. Пробелы. Следовательно, я сделаю нечто. Смотрите. Если я напишу A.split, то это метод строки, который превращает ее в массив. Помните, я вам как-то показывал? Смотрите, вот что делать с ней. В массиве что? Превращает эту строку в массив просто. И здесь Сергей Семенов, Анастасия Черданцева являются чем? Первым элементом. Правильно? Если я делаю вот так 0, то выйдет та же самая строка Сергея Семенов, Анастасия Черданцева. Но, если я добавлю, смотрите, вот так вот кавычки здесь, просто кавычки. Смотрите, что происходит. Каждая буква стала чем? То есть, когда я просто делаю сплит, у меня один элемент в массиве. Видите? Под нулевым они. Но когда я делаю вот так, то у меня становится что? Каждая буква, каждая буква становится одним отдельным элементом в массиве. Видите? Но это тоже не решает проблему. Потому что это находится первым, ой, нулевым, это седьмым. А здесь это нулевой, а буква Ч десятый. То же самое не решает проблему. Но, если вот так сплит сделать и как здесь вот так вот оставить пробел, то он разделит каким образом? Где есть пробел, делает что? Отдельным элементом массива. И, следовательно, теперь если я делаю вот так, а сплит ноль, да, то я получаю имя Сергея Анастасия. Понимаете? И как первую букву отсюда получить? Обратно ноль. Видим? Хорошо. Плюс. Дальше. Опять мне нужна а точка сплит. Теперь мне нужно второе слово получать. Здесь я сделаю один, видим? И тоже ноль. Ну и здесь, конечно, если между ними говорят, нужна будет точка еще, вот так можно это сделать. Типа вот так. И все. Все максимально просто. Это можно в обратных кавычках записать, чтобы вот так не записывать плюсы, да? Ну, короче. Понимаете, да? Здесь все понятно. Вроде бы не сложно. Сплит поняли, да? Следим. Как успехи? Здравствуйте. Смотрите, вот эта задача тяжелее третьей. Почему она тяжелее? Как эта задача вообще третья у нас выглядит? Давайте разбираться. Что она выполняется? Нужно нам понять сейчас. Понимаем эту задачу? То есть вот так, смотрите, это выглядит вот так. Let func, ну функцию, да, напишу для начала. Console.log. Func вызываю. И здесь пишу следующее. Давайте возьмем вот эту строку. И... Func возьму вот эту нижнюю строку, последнюю. Смотрите, тут, видите, с запятыми сколько значений передано? Три. Я поэтому сделаю здесь abc. Но смотрите, теперь логика какая. Вот каждая буква по очередности берет. То есть сначала буква b, потом у этого буква а, поэтому буква t. Потом буква m, a и n. Видите? Здесь то же самое. То есть каждая буква по очередности забирается и подставляется сюда. Понимаете? И нам нужно будет эту логику сейчас записать. Как нам это вообще сделать? Как вы думаете? С помощью чего мы это можем реализовать? С помощью фора. Мы должны будем пройтись по каждой букве и поочередно ее класть. Вот так, куда нам нужно. Да, поочередно. Ну, доставайте и как бы класть, потом поочередно. Как это у нас будет происходить? Здесь все максимально просто. Да? Смотрите. Задача у нас происходит такая, что, видите, здесь есть... ровно то количество... Ну, смотрите, вот здесь 4, здесь 4, здесь 4. Здесь 2, здесь 2, здесь 2, здесь 2, здесь 2, здесь 2. Я сделал вот так, смотрите. Я просто сделаю for. Видим, да? И я сделаю некую let i равную 0, начиная с 0. Итерация у меня будет меньше, чем a.lens. Так. И он мне что-то не показывает. Сейчас, секунду. Почему он так делает? Сейчас я проверю. Return a. Return a. Ну-ка. This. Все верно. Сейчас точка ленз. Ну вот, работает. Что-то он мне не показал ленз. Ладно. For. Let i равный 0. i меньше a точка ленз. Количество правильной итерации. И i плюс плюс. Дальше, что я делаю? Смотрите. Цикл у меня сейчас будет происходить ровно сколько раз? Четыре раза. 0, 1, 2, 4. Ну, короче, если я, смотрите, здесь делаю вот так вот. Ну, давайте так, console.log.i, то я увижу, что у меня количество, видите, итераций. Да? Все верно. Undefined возвращается. Почему? Потому что у меня эта функция ничего не возвращает. Нужно еще в конце return. Здесь нужен какой-то return. Чтобы функция что-то вернулась. Ну, короче, смотрите, внутри вот здесь я пишу некую логику. Какая логика у меня будет происходить? А, ребят, давайте думаем. Мне нужно будет вот эти данные записывать в какую-то переменную. Понимаете? Вот я вот здесь вот создам какую-то переменную. Let text равно пустой строке. Да? Я здесь просто буду делать такую логику. Что я буду... Мою переменную text будет равняться... Понимаете? Да? И сюда я буду вписывать что? Значение, которое у меня там есть. Понимаете? Да? Но чтобы это получать, как я это буду делать? Смотрите. Вот так вот. Равно a, i. И в конце, смотрите, я сделал вот так вот. Текст. Видим? Если я проверю. S, m вернулся. Видим? Буква a. Это слово this и m. Правильно? Да? This... Ну... И как вы видите, последние буквы вернулись. А если я сделаю еще вот так, смотрите. B, i, c, i. S, t, k. Запомнили? И m. Да? S, t, k, m, a, n. Но он последние буквы записывает. Это логично. Потому что цикл вот так идет, идет, и он последние буквы в текст записывает. Понимаете? То есть переменный текст. Сначала закидывается вот буква t. Ну, давайте со второй частью, да, разговаривать? Здесь меньше букв. Буква b записывается. Плюс буква a, плюс буква t. Получается bet. Но потом в переменную текст записывается буква b, ой, b меняется на m, m записывается, и она b удаляет оттуда. Буква a записывается, и он первая удаляет. И n записывается, и t удаляет. А мне нужно что? Сохранять. Поэтому если я напишу вот так вот. Текст плюс a, i. То есть предыдущее значение сохраняю. Помните? Резидент, помните? Мы же сумму делали когда? Плюс b, i. Плюс c, i. Проверю. Опа. Вышло. Все окей. Здесь все понятно. Вроде бы не так сложно. Я цикл почему сделал, но прикол в том, смотрите, если у меня будет вот так, например, то вот что будет происходить. И почему такое у нас будет происходить? Вот оно записалось, но происходит такая логика, что цикл у меня длится ровно столько, да? Ровно столько. Сколько у меня этих, ну, элементов в массиве. Понимаете, да? И здесь происходит, что вот z, stk, вот это вот. Ну давайте вот здесь, вот этим чуть-чуть тяжело, много слов, да? Вот смотрите, вот здесь взяло a. У меня цикл три раза будет идти. У меня сейчас выйдет слово Batman. Все окей, правильно? Потом происходит вот это a добавляется. Потом здесь пустота, здесь пустота, правильно? И здесь происходит Batman, a, добавляется, видим, да? a и undefined и обратно undefined. То есть буква a добавилась, потом здесь undefined происходит, здесь undefined. Понимаете? Но это же не очень правильно. Итак, и как мы эту проблему можем решать здесь? Ну, задача у нас, да, по четыре. То есть смотрите, нужно здесь проверять вот что. То есть, либо a, если здесь будет, не будет a, то вот здесь будет буква b, допустим, да? То будет, этот, количество циклов всего четыре. Ой, три. Ой, блин, три, говорю, два. Потому что здесь я проверяю, видите, i меньше a.lens. Понимаете? То количество итераций у меня столько говорится. То мы здесь можем цикл сделать вот так. Давайте попробуем вот так. Или i меньше b.lens. Или, тут можно, видите, добавляйте, правильно? Это же условие. c меньше, ой, i меньше c.lens. Проверю. Он все равно, да, undefined дает? Так. Он мне все равно дает undefined, я себе сделаю. Так, он мне все равно, видите, по это считает, да? Видим? Даже в этом случае он мне, видите, посчитал это. Тогда, ребята, знаете, как это нужно будет сделать? Нам нужно будет здесь сделать такую логику. i.o. Смотрите, мы будем здесь делать цикл от большего. Здесь говорить меньше b. И тогда у меня будет здесь выходить b, наверное, undefined, undefined. Правильно? Ну, потому что я по b. То есть, если задача у нас стоит такая, что здесь неравное количество слов в букв наших a, b, c, понимаете? Мы будем проводить цикл какой? Из наибольшего. Да? Но это не решает нам проблему того, что у нас undefined возвращается. Видите? Undefined, потом b вернулся. Да? Потом обратно undefined. Это не решает проблему. Но мы можем сделать некую логику. Мы можем сказать, если наш a.i, да, какой-то из них будет строго равен значению undefined, или b.i, строго равен undefined, или c.i, сейчас проверим, попробуем. Вот так, говоришь, строго равен undefined, то a.i, этот будет равен значению пустой строки. Вот так попробуем. b, c, а здесь else, текст равный текст, плюс a.i, плюс b.i, плюс c.i. Проверю. Вот, видим? Так, он мне Batman, да, вернул? А эти значения он мне... Не вернул, да? Так. a.i будет пустой строке равен, b пустой строке. Если я сделаю i. Так, все равно, да, Batman undefined, undefined не возвращает. Так, если a.i у меня равен undefined, и также b.b у меня равен undefined, так, нет, все-таки или... Не, наверное, сейчас вот так проверим. Не, у меня весь, все равно вот эту букву b не достает. Хотя, по идее, она должна добавиться, да? Так, так, нет, не добавил сейчас. И потом... Так, и потом пускай... Здесь вот эта же логика происходит. Так, он мне дал undefined, да, все равно? Так, сейчас проверим. Так, все равно b undefined дает. Undefined, да, да. Так, все равно undefined не возвращает. Если a.i будет равен у меня undefined, то этот a.i сделай не undefined, а пустой строкой. Если b.b у меня равен undefined, то делай его вот так. Здесь я все верно пишу, и в конце его возвращай сюда, говорит. Так, нет, все равно b.b не будет возвращать. Так, elsen. Остальные значения складывай. Вроде бы все верно я сделал. В конце возвращай текст, который равен будет такому. Ну, вот здесь, возможно, if у меня что-то не то возвращает. Надо это проверить тоже. Так, давайте я сделаю вот так, консоль лог здесь. А i проверю сейчас. Вот он. Он мне вернул вот это значение undefined. Я его сейчас изменяю. Ты будешь у меня нет. Так, он его, видите, не изменяет. Не, здесь я проверяю, смотрите, буквы, которые будут у меня undefined, я их хочу поменять. То есть, мне же не нужно, чтобы слово undefined выходило, я хочу, чтобы пустой строкой это было. И вот я его изменяю, видите? Я проверяю вот консоль лог, я получаю вот он undefined. Видите, да? То есть, а и а, я получил этот undefined. И мне же нужно этот undefined сейчас изменить. У меня его не получается вот изменить. Так. Сейчас это вот так проверим. Если вот так сделаю. Undefined нет, говорит. Так, странно. А если я это уберу? Просто сделаю нет. А, вот он, вернул мне. Смотрите, нет. Говорит. Но он мне просто возвращает нет. А этот ответ мне не возвращает. Так, я здесь сделаю return. Bet. Сейчас остальное не возвращает. Bet вернул. Остальные значения тоже должны вернуть. Сейчас проверим. Сделаю вот так. Bet возвращает. Нетмен undefined undefined. Нетмен undefined. Странно. Else я их складываю. Если здесь у меня это, то AI пускай у меня прозвращается вот с такой значения. И следовательно, потом я их складываю. Что, блин, он не отработал здесь. Интересно, почему. Циклы проходятся. Ну, здесь, скорее всего, нужно другое условие, другое там пробовать методы. Странно. Здесь, по-другому, он должен был отработать. Я изменяю на AI, не на пустую строку. И, следовательно, он должен быть у меня уже не AI. Ну, возможно, мне нужно будет плюс... Так, сейчас... return. Складывание их должно быть по идее HD. Batman undefined by undefined. Нет, не отработал. Если так, то тоже не отработал. Так, а если я просто их верну? Ну, да, потому что у нас... Да, потому что этот же... Это же просто количество циклов мы здесь задаем. И здесь, как бы, количество циклов у меня в 3 сейчас. Поэтому этот undefined выходит. Если я вот это уберу, у меня все окей будет выходить. Блин, ну, надо будет эту задачу мне тоже посмотреть, порешать. Ладно, короче, давайте так. Задача шестая, седьмая. Решить ее. Хорошо? Шестую седьмую надо будет вам решить. В принципе, на сегодня все, ребят. Можете потихоньку собираться, можете эти задачки порешать. Шестую, седьмую.